Сколько у тебя вышло тогда? Плюс-минус, если почитать. Больше миллиона, скажем так. Где здесь тяжело? Это не все. Это как? Это так просто. Близить общий объем 103 биткоина. Ну, то есть, X2. И я был очень рад. Сколько в целом с помощью этой связки можно зарабатывать? Плюс-минус в день. Я не знаю, что с человеком может произойти, чтобы он упрал деньги. Хотя условия были жикарные для отхода. Я рекомендую на такую историю ни в коем случае вообще, ребят, не вестить. То есть мы продаем с разницы выше курса, чем закупились в Бинансе. Вот наша прибыль 6608 рублей. Ребят, всем привет. Мы постоянно растем в сфере P2P торговли. И, соответственно, наша команда увеличивается. И в этом видеоролике я хочу вам представить Раиля, который занимается в этой сфере уже больше года. Он немножко позже представится, расскажет о себе. Также мы расскажем о очень интересной связке, которую, получается, используют на данный момент. И с помощью которой есть возможность зарабатывать. Поэтому смотрите это видео максимально внимательно, потому что оно будет точно для вас полезно. Раиль, привет. Привет, Роман. Всем привет. В общем, сегодня, как я Роман сказал, мы будем показывать связку, как сделать первые деньги на P2P, покажем, как сэкономить на комиссии майнером. Отлично. Значит, давай начнем с того, сколько времени ты занимаешься вообще сферой P2P торговли. Я занимаюсь полтора года. До этого я работал в найме. Я сам из Татарстана. Я работал помощником бурлищика. Так, понял. В нефтяной отрасли. Ну, всегда не хотелось работать на кого-то. Хотелось иметь свое дело. Но мышление было ограниченное. Что поменялось? Что изменилось? Как ты вошел в сферу P2P торговли? Ну, если максимально вкратце. Надоела мне вот эта рутина. День сурка. Я решил рискнуть потратить свою зарплату в свою голову. Понял тебя. Я рискнул, обучился. Получается, полтора года назад. Сейчас я здесь. Ну, здорово, красавчик. Скажи, а вот как тяжело тебе далось обучение? Потому что ты до этого занимался более физической работой, а потом в итоге перешел на сферу онлайн. И, в общем, из такой физической в онлайн сфере, как тяжело тебе было вообще это все воспринимать? Ну, в целом. Я думал, как из телефона можно вытаскивать деньги? Как? Думаю, здесь просто тыкать. Ничего тяжелого не нужно таскать. Я думаю, это невозможно. Я попал в брая. Ничего тяжело в голове вытаскивалось. Да, да. Я говорю, здесь тяжело. Я говорю, и все. Это как? Это так просто? Ну, а потом после того, как неправильно указал адрес кошелька, когда начал терять первые деньги, когда наткнулся на мошенника, вот из-за этого я подчеркиваю, обязательно нужен наставник, который правильно обучит тебя, будет рассказывать, как правильно работать. Хорошо, ты рассказал по поводу мошенников и рассказал о различных способах потери денег. Скажи, ну, ты вот по поводу обучения так же сказал, и получилось так, что ты сам как-то стал узнавать о сфере P2P? Или тебя обучили настолько криво, что ты в итоге попал на мошенников и потерял деньги? Как получилось так, что ты потерял деньги? Я начал находить новые площадки. В то время площадки начали скрывать. Я знал только о LocalBitcoins и Chatex. Позже появился Binance. Ну, Binance P2P имеется в виду. Да. Вот, в B2P там были мошенники, которые выкупали выше по курсу, то есть на закупе они стояли плюс 10% от всех. Я думаю, почему так сладко? Я продал им свой биткоин, они написали сообщение, что вот якобы мошенники... Получили его, типа, да? Да, да, да. Якобы мы представительство Binance, вот так вам нужно отпустить транзакцию для того, чтобы мы решили это все. Ну, и решили, да, в итоге? Нормально, нормально, порешали-то. Ну, да. Это опыт однозначно. Неприятный, но... Да, опыт. Хорошо. Скажи, вот за полтора года, ну, грубо говоря, да, понятно, что доход, он всегда плавающий в целом, да, то есть плюс-минус бывает. Ну, а если брать в целом, какой у тебя был самый успешный месяц, да, чтобы ребята понимали, самый успешный месяц и, возможно, самый успешный день. Есть какие-нибудь такие прям рекорды, которые ты бил для себя, то есть в целом? Да, кстати, недавно, да, произошла ситуация с Украиной, преды были дикие. Мы закупились, ну, с партнером, получается, мы закупились эквайрингом в Binance, 3% комиссии, купили USDT и продавали в P2P, то есть покупали по 88, по-моему, продавали по 97 около того. Отлично. Мы сделали несколько кругов, и у нас за день получилось 435 тысяч на двоих. Супер, супер, отличный результат. А примерно месяц был у тебя какой-нибудь такой, что ты прям, ну, знаешь, типа сидел и думал, блин, вау, нифига себе, знаешь. Да, да, да. Прям крутой, мягкий месяц. Поделим. Больше, это был месяц, когда мы нашли связку с криптокомом. Расскажи, расскажи вкратце по результату, который у тебя получился, да, и вкратце по связке тоже, ну, в целом, чтобы ребята понимали, как устроено. Связка работает так, что в Тинькофф инвестициях мы покупаем за рубли и доллар, заходим в криптоком, покупаем USDC, за USDC мы оплачиваем, получается, с банковской карты через эквайринг, и получаем доллар один к одному, и продаем с разницей на том же грандексе, либо на бинансе. Выходил до 7%. Супер, ну, сколько у тебя вышло тогда? Плюс-минус, если почитывать. Больше миллиона, скажем так. Больше миллиона? Ну, супер. Ты занимаешься этим полтора года, и, насколько я знаю, ты получил мерчанта на бинансе. Скажи, мы можем это показать сейчас сразу на видео, и чтобы никто не думал, что это какая-то некая вода, да, что мы там сидим, рассказываем про обороты, про, там, миллион плюс в месяц, просто есть люди, которые думают, что это, типа, ничего себе, да, там, или там, вау. Да, это, с одной стороны, сумма вау, конечно, да, это хороший, ну, это хороший заработок, но, тем не менее, это все доступно и реально. Вот, и давай я тебе сейчас дам демонстрацию экрана. В общем, Раиль, покажи, пожалуйста, свой экран, вот, и личный кабинет бинанса. Чтобы наглядно это все было видно в виде пруфа. Потому что, все мы любим пруфа. Ага, все, показываем. Да, отлично. Сделки, P2P, профиль, рокинг юзлп, 95% выполнилось заказу за 30 дней. Отлично. Так, показываем оборот. Приблизительный общий объем 103 биткоина. Все, супер, отлично. Спасибо тебе большое, потому что, ну, самое главное, это, в принципе, пруфы. Потому что, еще раз говорю, ребят, очень много всякой воды, очень много умных людей, кто, да, там, говорит. Ну, а по факту, мало кто что делает. Поэтому, Раиль, спасибо тебе. Если человек новичок, как бы ты бы использовал P2P-торговлю в целом, да? И как бы, какую связку мы можем показать сейчас, на которой в целом можно как-то приумножить свой капитал? Поделись, пожалуйста. Да, сейчас я покажу одну из связок, но хочу сказать то, что P2P не заканчивается на просто арбитраже между одной площадкой на другую и продажу с российской карты на российскую карту. Есть международные связки, они более интересные, но ту связку, которую я могу показать, сейчас я поделюсь. Ну да, ребят, потому что очень важный момент. Многие, особенно те, кто живут в России или даже там за пределами России, они думают, что если там нету карты теньков, то все, все пропало. В общем, и там, да, они обездвижены. На самом деле, это абсолютно не так. Есть очень много связок, которые можно использовать между биржами в международном формате. И сейчас просто наглядно покажем одну из них. Так, Роман, в общем, я закупился сначала на 108 тысяч, 800 рублей и на 75 тысяч 863 рубля. Мы закупали Тезер. За Тезер мы будем покупать биткоин. Для этого нам нужно зайти в спотовый кошелек, нажать «Переводы». Теперь первый вопрос. А как ты пополнил биржу Binance? Биржу Binance я пополнил с помощью P2P. Росбанк, кстати, это Сбербанк, в Binance, кому-то небольшой лайфхак. Вот. Отлично. Закупился по 81.93, мог дешевле, заранее, потому что иногда закуп прилетает долго. Вот наш закуп. А как ты рубли завел на Binance? В общем, я стою на закуп, на мое объявление отсылаются, получается, продавцы и продают мне свой Тезер и СДТ. Ну, условно, вот сейчас мы покажем, вот там 1000 долларов, СДТ, курс 81.93. Вот получается, сейчас обновлю, вот я, и они продают мне свой Тезер. И ты им отправляешь на карту просто, да, получается? Да, я отправляю им на карту, оплачиваю, нажимаю оплачено, после того, как они удостоверяются, что деньги к ним пришли на карту, они отпускают сделку, и я получаю свою ЮСДТ. Все отлично, но это же могут делать не только мерчанты, а в принципе и для пользователя. Да, да. Начинал я без мерчанта, получается, мы катали через тоже Binance, продавали Bitok. Сейчас на Bitok трафик в Binance чуть подупал, но на Тезер также хороший трафик. Так, хорошо. Ты купил, купил ЮСДТ с помощью, там, перевода, да, P2P торговля. Дальше что? Теперь у тебя есть ЮСДТ. Да. Дальше мы заходим в переводы. Да. С кошелька пополнения мы будем отправлять в потовый для того, чтобы купить Биткоин. Есть. Вот наш глаз. 2252 доллара ЮСДТ. Есть. Перевод завершен. Заходим в поиск, пишем BTS. Вот, выбираем второе. Нажимаем купить. Здесь у меня нарисованный треугольник. Ну да. Видим. Нажимаем 100%, цена лимитная. 38293. Нажимаем 100% и покупаем. Так. Купили Биткоин. Купили Биткоин по курсу 38290. Вот. Ну да, 290. Так, есть, купили. Дальше мы будем выводить Биткоин на кошелек Гарантекса. Вот, покажу по сети БЭП-20. Почему мы это делаем? Потому что вывод Биткоина комиссия составляет 551 рубль. Хорошо, расскажи ребятам, что такое Гарантекс, потому что не все понимают, куда мы переводим деньги. Так, Гарантекс это также P2P платформа плюс биржа, где торгуется Биткоин, Эфириум, USDT. То есть мы отправляем деньги на Гарантекс, да? 2 показания. Биржа, нажимаем активы. Ага. Нажимаем пополнить Биткоин и обязательно выбираем адрес БЭП-20. Вот наш адрес. Выбираем адрес БЭП-20. Главное не перепутать, потому что я терял уже так, то есть сети БЭП-20 отправлял на кошелек Биткоина. Так, нужно быть очень внимательным. Мы отправляем Биткоины, окей, отправить код. Все, платеж обрабатывается, мы отправили свои Биткоины по сети БЭП-20. Обычно они идут минут 5 от силы максимум. Бывает такое, что сеть БЭП-20 ПСК перегружена и идет чуть больше среднего. Хорошо, тогда будем ожидать. В целом, картина, думаю, ясна. Итак, пока мы будем ожидать перевод, сейчас максимально коротко расскажу вам еще раз схему. То есть, мы за рубли покупаем USDT, и потом за эти USDT в Бинансе мы приобретаем Биткоин. Этот Биткоин мы переводим на биржу Гарантекс. Соответственно, что будет дальше, мы вам сейчас наглядно покажем. И скажи по обратной связи, сколько в целом с помощью этой связки можно зарабатывать плюс-минус в день? 2-3% в день. Хорошо, как ты думаешь, какой может быть минимальный оптимальный банк для того, чтобы начать? Ну, я советую начинать со 100 тысяч рублей. С 50 бывают трудности, то, что капитал слишком маленький, комиссия высокая, ну, комиссия майнером имеется в виду, поэтому самая оптимальная 100 тысяч рублей, и со 100 тысяч можно сделать x2, если делать несколько кругов в день. x2 имеется в виду за месяц. За месяц. Да. Хорошо, а ты сам с какой суммы начинал? Потому что многие люди думают, что нужно начинать с миллионов, с полмиллиона, с трех миллионов. Я скажу так, ребят, даже мне в личку буквально недавно человек написал, говорит, Роман, у меня там есть 5 миллионов, давайте мы загрузим вашим ребятам, и в общем вот они торговать. Я говорю, слушай, честно скажу, мне это абсолютно никак не интересно брать, привлекать чьи-то деньги. И вообще в целом, если вам поступают какие-то предложения о том, чтобы закиньте нам деньги, и мы будем торговать вашими деньгами, я рекомендую на такую историю ни в коем случае вообще, ребят, не вестись, потому что если у них нету своих денег для оборотки, и у них есть хорошие знания, то скорее всего у них что-то не совсем клеится схемами, и они свои деньги просто просирают. Поэтому будьте максимально аккуратны, и скажу еще раз сразу, мы ничьи деньги не принимаем, мы работаем только своими деньгами, то есть берем на себя только риски, и соответственно работаем только своими деньгами. Вот скажи, пожалуйста, ты с какой суммы начинал в целом, да, и быстро ты раскачивал банк? Я начинал с 70 тысяч рублей первый месяц, почему-то у меня не так все получалось, я набивал руку, вот это привыкание, обязательная внимательность к работе, потому что перепутая адрес, как я и говорил, можно потерять абсолютно все. Первый месяц я заработал в районе 60 тысяч рублей, ну то есть x2, и я был очень рад, я говорю, у меня были в представлениях там ламбы 60 тысяч, потому что у меня зарплата была 40 тысяч рублей, тем более физический труд был, уж кошмар какой. Второй месяц я сделал x3 капитал, то есть со 130, ну с тратами, со 130 я сделал 260 тысяч чистыми. О, супер, супер, отлично. Вошел вкус, вкус денег и заработка. Слушай, ну здорово, здорово, скажи у тебя какой сейчас банк и сколько примерно плюс-минус получается зарабатывать. Ну понятно, что я думаю, ты там досконально все не просчитываешь, да, там каждый раз, каждую сделочку, да, ну для начала, для начала, конечно же, это рекомендуется делать, да, как ты только начинаете, в любом случае учитывать деньги, но когда вы уже полтора года занимаетесь этим, то естественно все приедается, и вы не особо тратите на эту энергию, то есть вы видите сделки, видите примерно уже спред, который получается и соответственно, ну вы уже на опыте находитесь. Вот исходя из твоего опыта, сколько тебе получается зарабатывать примерно плюс-минус, примерно. по процентам 30-40, то есть я работаю сам, и у меня есть команда в виде двух человек, раньше было три, Роман я эту историю рассказал. Да, 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 все случается. я передаю людей, да, иногда пропадает, в общем, осталось два человека, у них капитал 600-700 тысяч. 600-700 тысяч оборотка идет? Да, да, и у меня миллион, миллион, ну полтора, вот так, то есть иногда мне миллиона хватает, иногда я дергаю полтора миллиона. Да, миллион, полтора миллиона, это твой банк. Хорошо, ну и кстати, что касаемо работы с людьми, чтобы вы все понимали, что бывают разные казусы, бывают моменты, связанные с обманом, даже среди своих людей, и такое происходит. Например, у тебя буквально, исходя из твоей ситуации, вот что произошло? Так, у меня произошло такое, то есть человек на протяжении трех месяцев работал в моей команде, и я его научился, в принципе, другие торговли он мне был знаком, я его обучил бесплатно, показал все связки, по которым я зарабатываю, и у нас был договор, что мы работаем вместе в команде, ну и предоставим условия для работы. Как оказалось, он украл у меня 158 тысяч, и смотрел в лицо, мы с ним кушали, общались, созванивались, я не знаю, что с человеком может произойти, чтобы он упал деньги, хотя условия были шикарные для работы. то есть, правильно я понимаю, вот ты взял новичка, обучил, научил его, рассказал, как это все работает, дал ему еще свои же деньги для оборотки, чтобы человек там раскачивал, обозначил, наверное, какой-то определенный процент, который ты берешь, да, оттуда с заработка, да, и, соответственно, потом получилось так, что человек просто взял и украл, это вся была оборотка или только часть оборотки? Нет, часть оборотки. Часть оборотки, но это уже радует, это уже радует на самом деле, что хоть не все деньги украл, и в этом на самом деле очень большая проблема создавать команды в целом, то есть, и там, еще раз говорю, это все как-то вот масштабировать в плане команд, потому что работа с деньгами, также люди, ну, по-разному как-то вот относятся к этому, соответственно, нужно быть всегда максимально осторожным и аккуратным, это просто вам один из примеров того, что вот три месяца поработали, в итоге человек решил обмануть, и потом пошла вот эта возня, волокита с тем, чтобы забрать деньги, и траты энергии, естественно, поэтому в любом случае, если хотите масштабировать это направление, то, ну, будьте максимально аккуратны и знайте, что в любой момент может даже какой-то и близкий человек вас обмануть, все, это такая прям наглядная история была, о которой захотелось вам рассказать. Мы можем посмотреть, пришли, там сейчас деньги на Грантекс или не пришли? Духком Грантекс, обновляем, вот, биткоины пришли, сейчас мы будем заходить в площадку, где мы будем распродавать, площадка называется SkyBTSBanker, вот наш кошелек, баланс составляет 72 рубля, покажем, как выглядит стакан, где распродают биткоины, купить, выбираем банк, где мы будем распродавать, Сбербанк, курс 3260, ну, позже, я покажу, как мы будем высчитывать веб-прибыль, так, сейчас нам нужно пополнить, вот адрес кошелька биткоин, нажимаем вывести, А почему мы сразу не вывели на Sky, можешь объяснить, зачем через гаранты сделали? Да, сейчас мы расскажем нашим зрителям, что, как сэкономить комиссию, то есть, с бинанса, если мы будем отправлять Sky, у нас комиссия будет составлять 0,002 биткоина, мы сделали как? Мы отправились с бинанса по сети БЭП-20, комиссия составила 14 рублей, 14 долларов, или рублей? Нет, 14 рублей, так, российских рублей, да, сейчас мы будем отправлять с гаранты X на Sky, комиссия будет составлять 0,001 биткоин, то есть, мы экономим почти ту же комиссию, с, ну, плюс-минус, сколько получается в экономии? Ну, в районе 300-400 рублей, ага, так, хорошо, так, нажимаем вывести, адрес биткоин, вывести все, главное не перепутать адрес, и двухфактуры отправляем, все, подготовлено, я же так, да, перевод по сети биткоин занимает от 20 минут до 2-3 часов, буквально прошло около 20 минут, соответственно, что мы делаем дальше? дальше мы нажимаем обмен BTC, нажимаем купить, смотрим, почем стоят конкуренты, так, наши конкуренты стоят 3,260, нажимаем обмен, еще раз, управление заявками, продажа нажимаем активировать торговлю, нажимаем купить, вот наш баланс составляет 191,271, где ты видишь это? вот, синим, 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 это я, видно, 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 да, так, давай укажем сумму, которая поступила на sky, то есть мы продаем с разницей выше курса, чем закупились в Binance, так, заходим в калькулятор, 191,271, заходим теперь в Binance, показываем, на сколько я закупился, да, ордера, свершено, так, сначала я закупился на 108,800 рублей, да, видно, только что меньше, хорошо, так, вот наша прибыль 6,680, 608 рублей, то есть мы закупились на, сейчас посчитаем, 75,863, на 184 тысячи, а продаем 191 тысячу, хорошо, как мы можем показать, что мы продали, что у нас продажа прошла, нам ждать нужно, когда она продастся, да, нам нужно ждать, здесь покупают маленькими суммами, то есть по 1000 рублей, по 500 рублей, по 2000 рублей, то есть мы покупаем оптом, продаем в розницу, но маленькими суммами, так работает эта связка, хорошо, сколько вам в среднем длится продажа, это? Продажа длится в районе двух-трех часов, называется круг, круг, это понятие, закупился и распродал. Отлично, если максимально вкратце, прям быстренько, расскажи, что мы сделали и сколько получилось заработать, максимально вкратце, быстро. Так, что мы сделали, мы закупили Binance в Binance USDT, за USDT, купили биткоин, отправили с Binance в Garantex, с Garantex и на Sky, для того, чтобы сэкономить на комиссии и заработали 6 тысяч чистками. отлично, с оборота сто, сколько там? 180 тысяч с копейками. 184, да, если не ошибаюсь, там было. Ну все, и сейчас мы вам прям наглядно показали весь цикл покупки и продажи, для того, чтобы вы имели представление, как работает эта сфера в целом. То есть, в принципе, имея знание и понимание, как работают определенные связки, можно зарабатывать неплохие деньги, и для этого не нужен какой-то огромный банк, как думают некоторые люди, и не нужно там какое-то сверхмышление. Все на самом деле просто, держит на поверхности, главное, ну быть максимально аккуратным и не совершать элементарные ошибки. Раиль, спасибо тебе большое, что вышел на связь, дай, пожалуйста, ребятам обратную связь, в целом, да, особенно тем, кто только хочет начать заниматься арбитражом, какие бы рекомендации ты бы мог дать от себя, исходя из своего немалого опыта? Да, ребят, в общем, самое главное это дисциплина. К работе в телефоне нужно относиться как к работе, не знаю, в какой-либо там крупной компании, ну, ты являешься себе начальником, то есть у тебя должен быть обязательно график работы, расписывать свой день, то есть должны быть выходные, потому что есть такая вещь, как выгорание, то есть целыми днями сидеть в телефоне и торговать, можно легко выиграть, в общем, советую все расписать, обязательно записывать, каждую сделку, насколько ты купил, советую, почему-то мне удобнее записывать в бумажке. Так, хорошо, и ты используешь только телефон, насколько я понимаю, да, компьютер ты не используешь, все это находится в телефоне, в таком light, в лайф-режиме, соответственно, да, без компа, это тоже удобно, а зачем тебе офис нужен, кстати, ты находишься в офисе, зачем тебе нужен офис? офис нужен для того, чтобы масштабироваться, то есть будешь зарабатывать хорошие деньги, но для того, чтобы вырасти, нужна команда, то есть 1 плюс 1 плюс 1 не равно 3, равно 111. Ну, круто, круто, поэтому мы объединились. Хорошо, все, ребят, дальше больше, скоро будут появляться много новых интересных видео, также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под этим видео. Все, спасибо тебе огромное, Раиль, то, что рассказал, показал, в целом передал наглядно свой опыт, дальше больше, друзья, всем успехов, всем профита и всем пока.